Као Тао Хочется, чтобы небо было голубенькое Переезжаем железную дорогу Погода печальная Да Ну, погода, в принципе, печальная такая Но решили прокатиться, снять Что касается ситуации в стране То на сегодняшний день держится Случаев в районе 9 тысяч каждые сутки Ну, немножко гуляет туда-сюда Там 300 больше, 300 меньше Но, в общем-то, вот так Что касается Ченбури Ченбури дает каждый день рекорд Уже восьмой день Это в районе 500 500, чуть-чуть больше Но нас, конечно, больше всего волнует Бангламунг Бангламунг также и крутится вокруг сотни Тоже пару десятков меньше Пару десятков больше Почему мы обращаем внимание именно на Бангламунг? Потому что территориально Паттайя находится, вы знаете, наверное Вот именно в этом районе В районе Бангламунг И что еще, в принципе Вот я отслеживаю Потому что у Игоря там свои дела Я каждый день стараюсь посмотреть Где были случаи заражения И смотреть Были мы там, не были Когда были Потому что даже вот на храм мы ездили, предположим На храме был человек зараженный 13 июня мы были 14 Сейчас в основном в Бангламунге это рынки Поэтому, может быть, сегодня мы были на Ратанакорне Но приехали мы туда, наверное, где-то на час позже Чем обычно И, ну, еле там смогли отовариться Потому что практически все уже было закрыто Сворачивались Очень много лавочек Особенно фруктовых лавочек закрыты Те даже, которые вот Самое сильное ограничение В апреле прошлого года Они спокойно работали Сейчас они закрылись Всего это, конечно Всего скорее это связано С тем, что много случаев на рынке Вот И закрыли сегодня на обработку Central Festival на Beach Road Потому что там, ну, много случаев В многих магазинах Посещали люди, которые больны Говорить про вакцины Говорить, не говорить Ну, что сказать про вакцины Как-то был комментарий, что Надоело, мол, про вакцины Давайте, может быть, какое-то Какие-то новости о экономике Ну, скажу сразу Нам самим надоело Очень сильно все это надоело Но куда деваться Все новости крутятся вокруг вакцин Почему вокруг вакцин? Ну, вы сами понимаете Что экономика очень сильно связана с коронавирусом Ну, расскажу немного о экономике Прогнозы по ВВП За 2021 год Таиланд снижает с 3% до 1,8% В связи с пандемией БАД немного ослаб Так скажем Ну, немного На 10%, что-то 9-10% Он ослаб На 9% На 9%, ну, неважно Да Самый, самый он такой был 29,8 к доллару Когда он был крепок А на нынешний день на торгах Он 32,64 к доллару Ну, надо отметить На экспорт будет дороже И в Вьетнам Левая сторона Налево поворачиваем Да, едем по левой стороне Таиланд конкур... То есть, Вьетнам конкурирует Таиланду Ну, немножко язык заплетается Движение все-таки Когда БАД был крепок Правительство Таиланда Хотело коридор сделать 31, чтобы был БАД Но потом передумали Ну, понятно, почему БАД начинает слабеть Потому что, когда экономика США Экономика Европы Когда была... Были там локдауны Начало немножко приседать И так как деньги любят тишину Финансовые потоки направились В Юго-Восточную и Азию И поэтому получилось так Что приток денег Правительство Таиланда Не могло ослабить Даже БАД Они мечтали, чтобы он ослаб А сейчас экономика США Так скажем Начинает приходить в себя Экономика Европы И отток финансовых потоков Теперь туда Из развивающихся стран, так скажем Ну и... Изменение отношения А? Политика в отношении вакцин А, и поговорим немного о новостях Поговорим немного о новостях Ну, в первой новости говорится Ну, я уже, наверное, неоднократно говорил Что Синовак Так скажем Не очень защищает от штамма Дель И люди начали болеть Привитые Синоваком Ну и правительство Таиланда Во главе с их Министром здравоохранения Решили, что Можно начать Прививать третьим уколом Астрозенеки И все будет хорошо Будут защищены Но буквально Но буквально Да, и уже было принято решение И уже некоторые больницы Решили вакцинировать Тех, кто вакцинирован Синоваком Астрозенекой решили Да, да, Астрозенекой Третьим уколом, я же сказал И тут вдруг ВОЗ говорит Что Именно Обращается к Таиланду И говорит, что Нельзя вакцинировать Третьим уколом Астрозенекой Нельзя смешивать вакцины Неизвестно, как они себя поведут Потому что Нет никаких данных о том Как это все произойдет И только Как говорится Сегодня было принято решение И на завтра уже все В госпитале Приостановили вакцинацию И сейчас Непонятно, что делать Начинают разбираться Министр здравоохранения Заявляет, что Да, все нормально, мол А премьер-министр говорит Нет Никакой вакцинации не будет Пока не будет достоверных фактов Главный вирусолог Таиланда Тоже заявляет Да, ну Астрозенека нормально, мол, пойдет Ну, пока Движения никакого Какая там вторая? Тесты рабочих мигрантов А Был такой план Что не Тестировать рабочих мигрантов Которые проживают в рабочих лагерях И об этом Ну, эта новость просочилась Как бы в соцсети И были люди очень возмущены Что рабочих мигрантов Ставят В неравное положение С другими категориями людей Министр труда Сразу же Заявил, что Да, это был только план Еще решения никакого нет Еще не было ни указа, ни приказа Ничего не было, что, мол, типа Не волнуйтесь И в соцсетях также было Сказано о том, что Начинают их Ну, хотят их, точнее, по плану Не тестировать Из-за того, что больницы Переполнены больными от коронавируса В связи с тем, что В Таиланде Не важно Средняя тяжесть у тебя Или вообще бессимптомник Ты должен находиться В медицинском учреждении И в связи с этим, мол Решили, что Надо их не тестировать Но Министр здравоохранения Сказал, что Мы пошли другим путем И Тестировать мы Как тестировали Так и будем Но мы просто Будем разворачивать Больше и больше Госпиталей Ну, в принципе, разворачивать Вот один из них Я уже говорил Суванабхуми Экспресс-тесты Также еще одна новость Это будут Экспресс-тесты Для домашнего пользования Цена теста будет От 220 до 700 бат Продаваться будут в аптеках Сказано, что на следующей неделе Но конкретной даты нет Пхукетская песочница Ну и немного Об Пхукетской песочнице В соцсетях Появляются Негативные новости О том, что Люди очень Недовольны И уезжают С этой песочницы Ну Вице-губернатор Пхукета Заявил, что Все это немножечко не так Люди, конечно, уезжают С песочницы Но по разным причинам Например Первые 13 человек Уехали из-за того Что они просто не захотели Находиться Налево Едем налево, да? Просто не захотели Находиться в карантине И поэтому они уехали Потому что они Были с одним Инфицированным товарищем Вторая группа Которая уже уехала С песочницы Это люди, которые Приехали на какой-то Брифинг Или куда-то Были в командировке То есть ненадолго И уже уехала Третья группа 400 на лево А, понял И уехала Третья группа У которых просто Кончился срок Они приезжали На короткое время Ну, мол Все в порядке Волноваться не о чем И сегодня Первый день Открытия Самуи Ну, конечно Правительство Не возлагает Больших надежд Что повалят Прям кучами Ну, с чего-то Надо начинать С чего-то надо Начинать Надо Открываться Вообще В начале Все этой Кутерьмы Писали многие Что Ну, не поедем В Таиланд Поедем Во Вьетнам Но, как мы знаем Вьетнам до сих пор Закрыт И планируется На осень Открытие Фукоока Но Получается Вот, как говорили Что Вьетнам идет По дороге Таиланда Что касается Наших планов На поездки У нас были планы Хотели мы съездить На Калан С ночевкой С ночевкой Хотели на Каосичан Как-то у нас такая Планировалась Полоса островная Но, в связи с тем Что На Калан Сейчас ехать Ну, не очень приятно Потому что Да, можно Поехать И расписание Паромов есть Все Но, при этом Нужно постоянно Находиться В Маске Даже на пляже На пляже В Маске Что это такое? Мы к этому не готовы Поэтому мы решили Немножко посидеть Подождать Ну, и В Сирачу ехать Тоже не очень хочется Потому что Именно там Основная часть Заражений Вот три Части Ченбури Они Больше всего Дают Прирост Это Бангламун Сирача И Моанг Центральные Ченбури Поэтому В наших планах Пока В принципе Ну, наверное С месяцок Мы посидим Дома До середины Августа Не меньше Посмотрим Дергаться Посмотрим Как пойдет движение Тем более ВОЗ Почему-то Сказал Что Началась Третья волна Только Как-то я не могу Понять Честно говоря Сегодня были Удивленные Какая же Третья волна Куда едем Направо На Сухумбит Третья волна Хотя По всем Нашим Понятиям Третья волна Уже вроде Как Была Вторая В конце Февраля Ну да В конце Февраля Вторая И она Так и не Закончилась И плавно Перешла В третью Ну, во всяком Случа В Таиланде Как-то так Было Поэтому Как-то Пока Мы Не будем Особо И почему Мы сегодня Поехали За Сухумбит Сначала Был план Поехать На Бич Роуд Но в принципе Что мы увидим На Бич Роуд Мы знаем Пустоту Поэтому решили Поехать За Сухумбит Да, что мы видели Что здесь движение Что вот здесь живут тайцы За Сухумбитом Жизнь продолжается Да В центре Да Все встало По Таиланде А здесь Народ бегает Машин сколько Какое движение Сложно Да, конечно Эти тайцы Работают На туризм Но Жизнь у них Не останавливается Конечно Да Правительство Еще будет Оказывать Финансовую поддержку В связи с тем Что и в Бангкоке И в Паттайе Позакрывались Позакрывалось Много предприятий Ну В связи с этим Конечно Вот и ВВП Немножко Того Падает Ну Ничего страшного Главное Чтобы это прошло Конечно Вообще Конечно Сложно И выживать Им тоже Сложно Никто Не говорит Что тут Вот прям Все очень Просто Очень легко Но Тем не менее Жить надо И двигаться Надо И открываться Как-то Надо Поэтому Они Что-то Пытаются Делать Ну Да Что ж Сидеть То Так Тоже Есть Что-то Надо Товарищ Мечется Не знает Ну Ладно Пропустим Ну Он Найдет Да Вот Этот Чайник Едет С кем Поворотом Хрен его Поймешь Куда Он Едет Но Он Не Спешит Я Навстречный Выехать Не Могу Так Что Жизнь Тут Кстати Открыто Все Эти Едали Все Огни Кругом Горят За 99 Бан Мы Въезжали По этой Солики Вот Здесь Мы Останавливались Камеру Ставили Везде Граберы Стоят Собирают Сейчас Их Больше Всего Что-то Они Тут Ходят Ищут Главное Что Телефон Работает На Фотографии Все Все Правильно Все У них Фотографируется Всегда Все Абсолютно Главное Зафиксирует Красиво Ну И Выезжаем На Сухом Бит Да Ну В принципе Как бы Новости На Сегодня Заканчиваются В общем То Все Рассказали Что Хотели Единственное Что Конечно Как бы Все Повторяется Все Идет По Кругу Ну Ничего Страшного Наши Планы Не Меняются Мы Застраховались Опять У нас В июле И страховка И машины И страховка Здоровья На Ну Скоро Уже И визу Надо Делать Так Что В принципе Конечно Отсиживаться В засаде Лучше Здесь Как ни Крути Здесь Тепло Море Да И Удивительно Что В этот раз Море Не закрыли Да И Не закрыли Бассейны Не закрыли Пока Слава богу Может нам Повезет Не закрыли Да Не Ну Раз Не закрыли Да Бассейны Сейчас Холодноватые Да Сегодня Не жарко Едем Бекси Ну Наверное Будем На этом Заканчивать Так Что Всем Удачи И болеть Ну И конечно Же Дождаться Скорее Чтобы Это Все Прошло Это С Как Как Ничьи С За